Доброе утречко! Сегодня 15 марта. Ещё действительно раннее утро. Хочу утро начать с того, что поменять цветы на столе. У меня на столе всегда стоят цветы. Вот это цветы, которые с 8 марта. Видите, они уже начинают розы мои увядать. Это мне Юра подарил. Такие розы шикарные. И они вот стоят до сих пор. Вот ещё одна даже вполне держится, розочка. А остальные уже привяли. Сейчас заменю здесь букет. Поставлю на свежий, весенний. У меня тут на кухне в банке стоят ветки, которые я специально срезала для того, чтобы они распустили листочки. И теперь их переставлю в вазу. Ой, кстати, что-то хочу вам показать. Вот. Вот это стручок. Мы нашли когда-то, не так давно, на улице. Видимо, кто-то ветки вывозил со двора. И они попадали. Он такой твёрдый. А на ощупь... Вот как будто бы велюровый. Такой мягкий-мягкий. Твёрдый-мягкий, да? И смотрите, какие у него семена. Вот такие. Я не знаю, что это за растение. Может быть, кто-то знает. Расскажите. Потому что... Вот этот стручок маленький. Вообще-то у него большие. У меня был ещё и большой стручок. Я его к вами в комнату отнесла, чтобы показать ей. И там я оставила. А она мне звонит однажды вечером. Такая перепуганная. Вика, я не знаю, что у меня такое. Я говорю, такая залетаю. Испуганная. Но мало ли что-то может случиться. Пожилой человек. Она говорит, вот там что-то такое. Зазвенело. Как будто бы что-то разбилось. Ну-ка, проверь, что-то у меня на столе. А я смотрю. А это большой стручок. Он, оказывается, лопнул. И он, видимо, подпрыгнул, когда лопался. Все эти вот свои семена рассыпал. И семена упали в чашку с ложкой. И вот она звенела. Мама перепугалась. Так что, кто знает, что это за стручок, рассказывайте. А я пока буду менять букет. Ну вот, теперь совсем-совсем по-весеннему. Еще у меня вот какая прелесть есть в другой вазочке. Видите? Сейчас, наверное, сюда добавлю к этим цветущим... К этим распустившимся зеленым веточкам. Добавлю цветущие. Вот, красота лишь. И ничего такого особого придумывать не надо. И сразу свежо, по-весеннему и поднимает настроение. А одну оставшуюся еще свежую розочку вот сюда поставила. Ну что, с этим управилась. Стол украсила. Можно и завтрак готовить. А завтрак будет очень простой и традиционный в нашей семье. Просто мюсли с молоком. Наши тарелочки для завтрака. И для мамы тарелочка. После завтрака едем на тренировку. Сейчас потренируюсь. Потом в бассейн. А потом в сауне погреюсь. И до мойки. Юра везет такими чигирями. Самая короткая дорога. Только местные знают ее. Юра обиделся. Сказал, что это не чигири. Это нормальный частный сектор. Ну, нормальный, конечно. Приличные дома. Правда, старые. Тут старый частный сектор. Все заасфальтировано. Все чисто. Тут слева детский санаторий. А впереди вот уже начинаются высотки. Вот уже раз, и мы в городском муравейнике. Вескакумный. Выжилось, поежилось. Правильно, что-то. Кручу и верчу. Запутать хочу. Кто это с нами едет, а? Всегда с нами. Всегда. Все, мы уже почти что приехали. Сейчас в переулочек нырнем и векуся на месте. Юра меня забрал с тренировки. Представляете, дождь идет. А у меня такие планы были сегодня на сад вообще-то. А дождь у нас, по прогнозам, теперь на три дня. А мне нужно подрезать виноград, потому что он уже вот-вот начнется к движению и начнет плакать. Дождь вообще все планы перебил. Сейчас зайдем, зато купим мясо. В мясной магазин. Ну что, после обеда морозить перестало. Выйду-ка я на часик поработаю. Хотя, конечно, сыро и прохладно. Но никуда не денешься. Виноград подрезать надо. Девчонки, смотрите, что у меня есть. Я такая довольная, что мне сегодня перепало. Ездили мы сегодня с Юрой в Винсовхоз за вином. Тут у нас недалеко от нас пять минут езды. А там, около их фирменного магазина, частные дома. И смотрю, в одном дворе такой палисадник. И так много подснежников, такие крупные цветут. И мужчина ковыряется с машиной недалеко. Я такая рассматривала, рассматривала, ходила, вокруг облизывалась. Думаю, какие крупные. И сорт не такой, как у меня. Листья широкие. И сами цветы высокие. Ходила, ходила. Потом набралась наглости. Подхожу к этому мужчине, говорю. Здравствуйте, а можно у вас купить немножко подснежников? А он такой, а сейчас жену позову. Позвал там её то ли Нина, то ли... По-моему, Нина так закричал. Вот из дома вышла такая Нина симпатичная. Вот я говорю, можно у вас купить подснежников? Она, да, говорит, без проблем. Я вам, говорит, так отдам. Так, откопаю. Она взяла лопату. Копнула мне целую лопату. Вот. И хоть я ей деньги так настойчиво предлагала, она просто замахала руками. Нет, 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 ни в какую деньги не взяла. Вот, пожелала нам, чтобы прижились подснежники. Чтобы росла у нас красота. И пойду теперь их рассаживать. Надеюсь, что у меня тоже они, в конце концов, разрастутся. Потому что не хотят мои никак разрастаться. Подсажу их к моим. Так что я очень довольная. Нежданно, негаданно обзавелась вот такой красотой. Ну и виноград. Сегодня 15 августа. И по-правильному вороны летают. Каркают громко-громко. И по-правильному его нужно было обрезать еще месяц назад. Начинать обрезать. Вот, а сейчас сроки просто-просто так поджимают. Так поджимают. Потому что, если его вот сейчас буквально не обрезать, то он бедный весь истечет соком. Весь исплачется. В общем, будем подрезать. И так как сейчас только 5 часов уже, вернее. Не то, чтобы только. А уже 5 часов вечера. Через час буквально будет темно. Я надеюсь, что я осилю хотя бы вот этот один куст. Ну что, начнем, пожалуй, вот с этой ветки. Надо ее сначала внимательно рассмотреть. Вот это у меня была лоза, которая плодоносила в прошлом сезоне. Она свое уже выполнила свою миссию. А вот это у меня оставалось на замещение. Вот я ее обрезала в прошлом году. И вот эта веточка идет на замещение. И вот еще одна. На плодоношение и на замещение. Значит, то, что от плодоносила, мы ее обрезаем. Вот так. Полностью. Запуталась. Сейчас мы ее тут распутаем. Так, идет она на выброс. Таким образом, на этот сезон у меня остается вот две лозы. Одну я буду укладывать. Горизонтально привязывать. А вторую буду обрезать на две пучки. И она пойдет на следующий год на замещение. Вот я уложила и временно зафиксировала будущую плодоносящую лозу. А та, которая пойдет на замещение, обрезаю на две пучки. Раз, два. И из них тоже на будущий год пойдет одна плодоношение, которое мы также положим сюда. А это будет замещение. Отсюда пойдет. Которое мы обрежем. А вот эту, в свою очередь, отплодоносившую, уберем на будущий год полностью. Когда вот отсюда пойдут две новые лозы. Наука не хитрая на самом деле. Но, вы знаете, я разбиралась в этом так долго. Долго и нудно смотрела всякие мастер-классы в подробностях. Пока себя не уяснила, что же нужно делать с этим виноградом. Оказалось, на самом деле, совсем не сложно. Лучше, конечно, это показывать вживую, потому что на видео это не совсем понятно. Очень часто бывает. А так, кто боится обрезать виноград, не бойтесь. Нужно просто в этом разобраться. На самом деле, ну ничего сложного. И так мы будем обрабатывать каждую ветку. На каждой ветке я в прошлом году оставляла побеги на замещение плодоношения. Вот, допустим, тут что у нас делается. Тут тоже самое. Одна обрезается. Вот это вот всё. Одна остаётся. Поняли, да? Ладно. Викуся будет стричь, а что получится, посмотрим. Вы знаете, я довольно быстро справилась с первым кустом. И у меня останется до темноты ещё достаточно времени, чтобы обработать второй тоже. Смотрите, что осталось. Помните, что было? Вот, что осталось. Здесь все ветки лозы, которые должны плодоносить на этот год, я загоризонталила. И таким образом, каждая вот эта почка, вот эта и вот эта, они все дадут ростки, на которых будут формироваться гроздья. А вот этот обрубочек уже будет на следующий год идти на плодоношение и замещение. Вот таким образом должна выглядеть свежеподстриженная лоза. Одна длинная ветка где-то примерно на 8 почек, разложенная горизонтально. И вторая рядом от неё, торчащая, обрезанная на две почки. Всё остальное старое, которое росло вот отсюда, обрезалось полностью. Слушайте, вожившую свиногаду, вдруг почувствовала, таким приятным ароматом повеяло. Думаю, откуда же ж? И прямо пошла, что называется, на запах. Пошла, 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 пошла. И вот. Вот она. Цветёт и пахнет. Калинушка моя. Ароматище тут фиалками, сиренью. Какой-то вот такой вот прямо очень-очень весенний цветочный запах. И я прямо в этом сезоне на неё налюбоваться не могу. Никогда она у меня ещё так вот не цвела, так, чтобы полностью весь зонтик покрылся вот этим белым цветом. Долго же ж эти почки тут стояли. Всю зиму думала, что не распустятся. А вот они. Ай, какая красота. Так, камера, давай, не подводи. Фокусируйся, показывай нам цветочки, звёздочки. Фокусируйся, показывай нам цветочки. Всё, друзья, будем на этом прощаться. А у нас повылазили червяки на дождик. Это уже, наверное, первый признак приближающейся весны и тепла.